Биск встал в пробках. С приходом весны движение по основным городским магистралям замедлилось. И в первую очередь это связано с ямами на дорогах. В некоторых местах проехать практически невозможно. В частности, водители Наукограда недовольны состоянием коммунального моста. А ведь это гостевой маршрут. Есть вопросы и к другим участкам. Ужасно. Вообще слов нету, какое ужасно. Чуть машину не сломал сегодня. Лужи. В лужах вот такие ямища. Колесо полностью проваливается. Во дворах тоже невозможно ехать. Частный сектор заезжаю. Буквально сегодня чуть не застрял там. Ну, ямы в большом количестве. Незаделываемые. А так, в принципе, вот основная проблема дорог. И еще как бы очень много снега не убранного. Очень плохое состояние после зимы. Ямы. Я вот проехался полгорода. Везде ямы. Одни ямы. Ну, мне не нравится состояние дорог. Особенно на коммунальном мосту. Все очень плохо. Ну, вот сейчас ехал до Новосибирского на переезде. Там где трамвай на остановках. Там какая-то яма аж провалился. На переезде на Маслянке такую-то яму выбили. Аж не проехать. Очень много воды на дорогах. По большему количеству улиц. То есть, под водой, соответственно, глубокие ямы. И их не видно. Я езжу на машине. В ЦГВ вообще не проехать. Через трамвайные пути и через мост. Что я могу сказать? Вот так у нас работает. Очень много жалоб на участок обводной дороги в районе Зеленого Клина. Там в часы пик образуются большие пробки. В ремонте нуждаются улицы Васильева, Репина, Ленинградская и многие другие. Небольшие ямы начали появляться на недавно капитально отремонтированных дорогах. Например, на улице Ломоносова. Вся беда, считают горожане, в том, что вовремя не вывозится снег. За дорогами нужно следить. Добавим, что чиновники Наукограда к ямочному ремонту намерены приступить уже в марте. Но это при условии, что позволят погодные условия.